Я очень рада приветствовать нашу вечную верную группу поддержки, учеников колледжа Рахманинова музыкального. Вот, и сейчас... А? Это ученик Мария Беевская. Да, да. Вот, и Глеб Черненький сейчас откроет. Черненький, я прошу прощения. Пожалуйста. Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Это у нас стартук Августина. Это наша верная поддержка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, наверное, самое время. Я думаю, что большая часть присутствующих в зале знает меня. Для тех, кто не знает, я представлюсь. Я Татьяна Опря. Я куратор культурных программ и выставок в стенах этой библиотеки. Этот год для нас уже второй выставочный. У нас юбилейная выставка, 15-я. Для нас это очень важно. И более того, эти выставки у нас с каждым разом, мне кажется, все интереснее становится, все насыщеннее, все массовее. И очень важно для меня то, что у нас здесь представляются всегда те художники, которые действительно интересны, которые несут что-то новое, оригинальное и интересное. Я хотела сказать, что замечательно то, что сложилась такая традиция, что начиная с самых первых выставок и так далее, все, кто у нас участвовал, обязательно приходят и приветствуют тех, кто выставляется сейчас. Это очень важно, это очень красиво. Я даже думаю, что у нас когда-нибудь будет существовать какой-нибудь такой переходящий приз. Я безумно рада видеть здесь Аркадия Георгиевича Антасека. Я его не вижу. Он есть, он просто спрятался. Это легенда, это художник замечательный, график, живописен. Я очень рада видеть Татьяну Подрагану. Это текстиль, совершенно потрясающий. Человек единственный, кто делает картины именно в войлочном валянии. Замечательно просто. Это мои любимейшие абсолютно, вот мои ненаглядные друзья Антонина и Виталий Грещуки. Они прекрасны, это люди, которые сумели запечатлеть нашу страну, наш город. Они замечательны. Я очень вас люблю. Это Лилия Анатольевна Маржинова, замечательная наша. Вот человек, который, в общем-то, передает эстафету. Человек, который только что, чью выставку мы сняли. Вот, это 84 работы флористики в технике. Ашибаны, замечательные совершенно. Вот, я очень-очень рада. Ну и я представляю Юрия Лачевского. Юрий, иди сюда. Про тебя уже столько сказали, что я думаю, что можно не продолжать. Ну, добрый день. Хотел прежде всего поблагодарить организаторов этой выставки, предоставившие такой светлый большой зал для моих картин. Мне кажется, картины очень хорошо легли именно в этот зал. За статьяной, когда развешивали, получили от самого процесса даже вот какое-то такое эстетическое удовлетворение. Хотел также поблагодарить журналистов, пришедших, осветить это событие, и также гостей. Большое спасибо, что вы здесь. И тут обо мне уже сказали несколько слов. Я хотел буквально в двух словах тоже немножечко представиться. Кто-то меня знает, кто-то нет. Меня действительно зовут Юрий Лачевский. У меня за плечами высшее художественное образование и студия аналитической живописи Юрия Богдановича Туманяна. Он мне, так сказать, дал путевку в жизнь. Также я состою в товариществе художников М.Арт. Это уже 15 лет товарищество занимается пропагандой живописи в Республике Молдова. Проведено очень много выставок и в стране, и за рубежом. Я постоянно в этих выставках участвую и каждый год провожу обязательно свою одну персональную выставку. Вот те работы, которые представлены сегодня, это 35 картин, написанные за прошлый год. Они немножечко, так сказать, получились объединены общим стилем. Тут тоже прозвучало, но я чуть-чуть подробнее остановлюсь. Стиль живописи на воде Эбру. То есть каждая из представленных здесь работ, прежде чем быть написанной, она макалась в краску. И уже в этих расплывах краски, разведенной на воде, искался сюжет картин. Сюжеты картин приходили по-разному. То есть какие-то впечатления от поездок были иногда. Иногда это были какие-то мировые яркие события, которые действительно производили на меня впечатление. И потом оставались впечатлены на полотнах. И хочу сказать, что я очень счастливый человек в плане того, что я делаю то, что мне нравится. И могу тем, что у меня получается, поделиться с вами. То есть мои картины, заряженные положительной энергией, являются моей визитной карточкой. И прошу, так сказать, их оценить. Если будут какие-то вопросы по конкретно каким-то картинам, я уже отвечу. Спасибо. Огромное спасибо. Я хотела бы вызвать Алексея Бочинского. Он немножечко задерживается сейчас. Ну, тогда я расскажу о том, как интересно складывалась эта выставка. Она складывалась вся из каких-то намеков, из каких-то, не знаю, каких-то посланий свыше. Начиная с того, что мы почему-то ее переносили два раза. Потом, когда мы должны были завести картины, у нас получилась накладка с транспортом. И вдруг чудом каким-то появился еще одна легенда, в общем-то, графики. Виталий Погольша, который нас привез на себе невероятно как-то. Юрий лежал на полу, на нем сверху лежали картины. То есть это надо было, конечно, видеть. Когда мы развешивали картины, совершенно потрясающая была сценка, когда мы повесили Нотр-Дам-де-Пари, пылающий, и обнаружили снизу схему пожарной эвакуации. И мы решили, что нет, нет, что тут есть такое? Алексей Бочинский, пожалуйста. Добрый день. Я исполню вам произведение Виктора Власова. Но давайте немного вначале представляем кое-что. Представьте, Дикий Запад, люди в джинсах. Есть. Есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Спасибо большое, Танечка Я хочу сказать, конечно, выставка впечатляет, особенно меня, с цветами, как все мое искусство посвящено цветам. Я не трудно говорить профессионально в вашей выставке, но я просто могу сказать о впечатлении радости, света, какой-то наполненности жизнью. И я от всей души желаю вам успеха, не только в этой выставке, а на будущее, чтобы фантазия ваша, выставка, кстати, называется «Философия цвета», да? Это изумительное название, оно как раз отражает то, что в этом названии. Успехов вам, и, короче, все время, и после этих картин будут еще лучше, лучше, лучше и лучше. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Горизин Булачук, пожалуйста, еще один замечательный наш друг, поддержка, это... Клянтума Павший, обработка Фетисова, это русские народные, народная песня. Клянтума Павший, обработка Фетисова, это русские народные, народная песня. Клянтума Павший, обработка Фетисова, это русские народные, народная песня. Клянтума Павший, обработка Фетисова, это русские народные, народная песня. О, у껠��ном唱 FOR детей, народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше ведут, допустим, метеоры Метеоры тут, кто знает, это такое место силы, которое создавали в Греции монахи, которая находилась в Греции в то время под турецким лигом. В итоге, как это все сделано при тех технологиях до сих пор не понятно. Но тут сошлось именно рукотворное и нерукотворное в одном месте. И вот это место силы мне захотелось отразить. То есть, попадая туда, человек получает какой-то шанс как-то очиститься, что-то понять. И вот место может отторгнуть. В целом, когда расплывы только получились, я увидел это как какой-то корабль космический. Вот эта аура и вот это сопло пытаются взлететь. Поэтому картина называется «Между небом и землей». Ну, перейдем дальше. Следующая картина «Журавли». Она называется «Пролагаем маршруты». Здесь получается, что каждый год «Журавли» летают в разные страны, в теплые края. И в данной работе я пытался показать, что когда они летят куда-то, они нам указывают путь. То есть, какую-то путеводную звезду ищут. И в этом смысл этой картины. Ну, дальше я уже так не буду подолгу останавливаться. То есть, парусник у нас называется «Страна багровых туч». Тут тоже как бы расплывы задали тему. Этот парус сразу получился. Это очень редко бывает, когда сразу после того, как получились расплывы, ты видишь, что там можно изобразить. Ну, во всяком случае, здесь как бы вот парусник, вначале пути он белый, потом потихонечку вот эти все бури, ветра, они его другими цветами окрашивают. Ну, чем больше вот этих цветов, тем богаче какой-то жизненный опыт. Ну, он, преодолевая вот эти все препятствия, движется к какой-то цели. Дальше у нас есть здесь работа «Метеорит». Ну, скажем, для этой картины послужил толчком именно Челябинский метеорит. Он, конечно, был раньше, но когда я в расплывах увидел вот это вот пятно, оно мне напомнило метеорит Челябинский. Я как бы решил эту тему как-то воплотить. Это как какой-то такой привет из дальних миров, напоминание о том, что мы являемся маленькой частью огромной вселенной. И как бы метеорит не просто кусок железа или металла, а может быть какое-то послание других миров. И мы можем это с этой точки зрения рассмотреть. Дальше у нас идет картина «С земли на небо». Эта картина тоже имеет такую интересную историю. Тут был раньше пейзаж написан определенным образом, потом я его как бы чуть подкрасил, макнул и сразу увидел, так сказать, краска потекла, увидел, что это уже готовый сюжет как-то. Она могла быть и дооборот использоваться, но я ее именно в таком виде решил выставить на этой выставке. Потому что здесь я вижу как бы с земли на небо, с небес на землю. В том варианте это был как дождь. Здесь как бы вот эта наша действительность, вот эти какие-то события там всякие негативные, положительные, они позволяют какими-то нитями соединиться с какими-то воздушными замками, которые там на верху. И вот помочь людям тоже найти свой путь. Вот такая вот картина. Ну и дальше мы продолжим немножечко проезжать. Ничего, нечего взять. Я не буду подолго задерживать ваше внимание на каждой картине, так уже более ретроспективно. Вот здесь представлена эбру грамма, то есть я решил оставить одну картину на этапе, только когда она была обмокнута в краску и больше ничего не изображалось. Ну то есть показать вот эти этапы, как это происходит. Вот ее тоже можно вращая, что-то увидеть. Если кто-то увидит, мне подскажет, буду рад использовать эту тему. Но в данном случае она как бы очень так удачно, вот такой гибрид получился с картиной «Парящие птицы» и кусочек неба на второй картине объединились в какую-то общую композицию. Скажите, пожалуйста, краски вы берете в производство или у вас есть какая-то цель? Ну, на воде расплываются не любые краски. Нужно использовать определенные краски. Я использую типографские, допустим. И уже при смешении их получаются какие-то цвета. То есть ограниченное число получается желтое, красное, синее и все. И уже комбинируя их заранее с приготовленными колерами, их уже как бы расплывано в воде получается, макается в холст. И получаются вот какие-то такие. Иногда они такие красивые получаются, что даже стоит задача их не испортить, а просто как-то внести в них жизнь какие-то дополнительные небольшие сюжеты. Вот как здесь, допустим, получилось. Вот коралловый риф. Я только добавил немножечко туда морских животных различных и все. Просто постарался сохранить вот этот первоначальный отпечаток. А ловец облаков, ну то есть, картуна называется «Поймай свое облако». То есть здесь такая идея, что дети рисуют на асфальте облака, солнышки, и они видят небо, нарисованное на земле. То есть вот этот вот взгляд детский нужно было пытаться сохранить, каким-то образом перенести в взрослую живопись. И мне кажется, того аналитического стиля, о котором я говорил в учебе в студии Туманяна Юрия Богдановича, то есть там действительно была аналитика, очень мелкая, скрупулезная работа. По полгода можно было писать одну картину. Это оказалось достаточно сложно в наше время. Поэтому я и перешел в другие творческие поиски. Ну вот отголоски аналитики, они, пускай не в таком скрупулезном виде, как раньше, но они все-таки иногда у меня вызывают желание попробовать что-то сделать. Вот, раду говорю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok